Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Как кот Васька не пустил хозяина на работу и спас ему жизнь Моя семья всю жизнь прожила в индустриальном регионе нашей необъятной родины. Отец и дед были шахтерами, поэтому не странно, что я пошел по их стопам и выбрал профессию горнорабочего. Однажды, возвращаясь с ночной смены домой, я заметил, что за мной увязался серый котенок, который спешно перебирал маленькими лапками, стараясь не увязнуть в рыхлом снегу и не отстать от меня. Несмотря на то, что я никогда не был сторонником того, чтобы содержать в квартире животных, в тот момент мое сердце ёкнуло. Остановившись и присев на корточке, я взял одной рукой своего маленького преследователя, а другой наспех расстегнул замок на куртке. Уже через мгновение из-за шиворота торчали два ушка и доносилось еле слышное мурлыканье. Так, в моей квартире появился Васька, который вскоре стал общим любимчиком и настоящим членом семьи. Мурлыка рос не по дням, а по часам. Спустя несколько месяцев небольшой комочек шерсти превратился в красавца-кота, который буквально ходил за мной по пятам и сильно скучал, когда меня не было дома. Васька мог днями сидеть на подоконнике и выглядывать меня в окно, вглядываясь в лица прохожих. Однажды, собираясь на очередную дневную смену, я заметил, что с котом начало происходить что-то неладное. Его поведение резко изменилось. Васька лег у входной двери и всем своим видом стал показывать, что он не собирается меня никуда выпускать. Я обулся, накинул куртку и хотел уже выходить, как кот вскочил на лапы и загнул спину и начал шипеть. Вскоре пополам мне удалось выйти в подъезд и захлопнуть дверь. Только на улице ко мне пришло осознание того, что я забыл дом-апартмоне, в котором остались не только ключи от квартиры, но и шахтный жетон. Пришлось звонить начальнику смены и минут пять выслушивать отборный мат в свой адрес. Но все же Михалыч мужик нормальный, хоть и резкий. Прогул в журнале не поставил, а быстро нашел мне подмену. Спустя несколько часов с работы вернулась жена. Открыла двери и мы пошли на кухню ужинать, параллельно журя Василия за его поведение. Прошло буквально 15 минут и мой телефон оживился громким звонком. Смотрю, звонит Михалыч. Поднял трубку и жду, что опять будет меня бронить. Но в этот раз голос сильно дрожал. Начальник смены рассказал, что на нашем участке произошел выброс метана и было обрушение породы. Всех ребят уже подняли на гора и чудом никто не пострадал. Сижу я молча и смотрю на Васю, а тот тычется головой мне в бок и еле слышно мурчит. А что по этому поводу думаете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.